Россия может быть только православной монархией. В этом ее великое будущее, ведь два других проекта, социалистические и либеральные, уже показали всю свою несостоятельность. К такому выводу пришли члены общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» на его втором Всероссийском собрании. Начало собрания благословил схиархимандрит Ильей. Он напомнил всем собравшимся, что без бога и возрождения православия невозможно возрождение государства. В этом году на главном ежегодном событии общества были представлены 52 региональных и 5 местных отделений организации. За прошедший год число участников собрания выросло в разы. Приехало много молодежи, что лишний раз доказывает, идеи возрождения православной веры, традиционных ценностей, сильной государственной власти и восстановления исторической справедливости сегодня привлекают молодежь гораздо больше, нежели эфемерные обещания политиканствующих либеральных деятелей или ностальгирующих по советскому прошлому коммунистов. Российской Федерации надо осознать себя исторической Россией. Российская Федерация должна перестать быть безликой постсоветской республикой, застрявшей между двумя искусственными идеологическими проектами – коммунистическим и либеральным. Современная Россия не сможет скопировать ни капиталистический Запад, ни социалистический СССР. И то и другое является тупиками, доказавшими нашим гражданам свою фантастичность и неприменимость на русской почве. У нас очень консервативная, очень традиционалистская молодежь, гораздо более консервативная, чем поколение их родителей. Люди просто, они инстинктивно понимают, что они живут в великой стране, что они представители великой культуры и цивилизации, но в силу сегодняшнего усеченного образования, как школьного, так и вузовского, они далеко не всегда могут для себя это сформулировать. Поэтому самая важная работа – это просто объяснять им, почему наш полководец Суворов сказал «Мы русские, какой восторг». Вот когда ты действительно осознаешь всю полноту и всю красоту того, что такое быть русским, ты действительно испытываешь настоящий восторг. Нет, не понять иноплеменцам, где им, склепавшим нам могильные кресты, что все отдав, мы вновь разбогатеем богатством нашей русской нищеты. И нас, небережливых, бестолковых, несведущих в расчетах и рублях, на сто полей нас хватит куликовых, на сто побед в великих тех полях. Сильное и свободное государство невозможно строить революционным путем. Это мы прекрасно помним из всей нашей истории. Поэтому отказ от революции и препятствование ей всеми способами – одна из главных задач общества «Двуглавый орел». «Вы все хорошо помните, кто был первым революционером. Им был Деница, падший ангел, старший дьяволом. Именно в этом и есть главное отличие консерватора от либерала. Монархист служит, а не политиканствует. Революция для нас – ругательное слово». «Революция – не наш метод. И мы осуждаем революцию, революционный подход, он дьявольский подход, сатанинский, он не наш метод. Мы поступательно, эволюционно идем вперед. Революция – это отстой, это отстой для молодежи, это отстой для политики. Это вчерашний день. А империя – это не вчерашний день. Империя – это завтрашний день». Несомненно, что главной силой и для построения сильного государства, и для сохранения живой традиции должна стать молодежь. И она сегодня активно участвует в деятельности «Двуглавого орла». Каждый находит для себя свою сферу. Кто-то возрождает казачьи традиции и русский спорт. Кто-то проводит крестные ходы и занимается миссионерской деятельностью. А кто-то – историческим просвещением в социальных сетях. «Я как человек православный, как человек, трудящийся в русской православной церкви, для меня крайне небезразличны вопросы мировоззренческие. И позиция «Двуглавого орла» по возражению исторической России – это позиция по возражению православной России, той самой святой Руси. И, конечно, соответственно, позиция антикоммунистическая тоже совершенно верна, потому что нельзя служить Дум Господа. Что общего между Христом и Велиаром? Что общего между светом и тьмой? Любая общественная организация, она должна уделять огромное внимание вообще здоровому жизни, и в том числе спорт. И я считаю, что такая организация, как «Двуглавого орла», конечно же, должна, с тем же учетом, что она имеет огромную сеть филиалов и собирается развивать дальше, должна развивать, безусловно, спортивное направление. Потому что здоровое общество, здоровая молодежь – это наше будущее. На царские дни в Екатеринбурге Челябинское отделение самое тоже активное участие принимало. То есть мы ушли вместе со всеми в этом общем потоке до Ганиной ямы, чувствуя свою сопричастность, чувствуя, что действительно, как бы причастны к восстановлению исторической справедливости и к тому, чтобы лишний раз внимание молодежи, общественности привлечь к тому событию страшному, которое произошло, я имею в виду расстрел царской семьи. Я считаю, что работа по историческому просвещению должна быть комплексной. То есть как в социальных сетях, так и реконструкции, встречи, уроки, фильмы – это все должно присутствовать. И все эти люди совершенно разного возраста и интересов объединены любовью к своей Родине и общим взглядом на ее будущее как православного, сильного и справедливого государства.